На Гомельский завод «Летяй-Нармалю» мобильная группа Гомельского горвы «Канкама» прибывает о половине четвертой годины дня. В разнекольки хвилин на предприемстве завершается первая змена, и есть макшимость проверить и пропускный режим, и дисциплину самих работников. Особливая увага тем, кто заявляется на проходной – улику первых. Здесь еще вы за пять минут преодолели расстояние и пришли сюда. Молодой человек, вы что-ли? Помидорщик. Тапчевский. Тапчевский, да. Тапчевский, да. Прозвищи у всех, кто заявился на проходной ранее за остальных, уносятся у особный спис. Проверка этих людей будет проводиться додатково. Невыконание прационного распорядка, бодай самое значное выявленное на этот раз порушение. Гомельский завод «Летяй-Нармалю» – один из основных поставщиков, комплектующих для знакомитых Гомсельмаша. А про того, в вынику проведенной модернизации, предприемство не только стало працовать с прибытком, а лей поширила географию экспорту. Сегодня яху продукцию набывает буйнейшая машина-быдауничая концерны. Тут навод освоили уникальные для Беларуси бавоно-уборочные комбайны. Рызыковать стабильным прационным местом не жидая никто. И это я еще раз подтверждаю тесты на утромание у крови алкоголю. На Гомельском областном наркологическом диспансере работаю. Примет осмотрах. Так, чтобы встречалось часто или вообще давно уже такого нет. Меж тем сказать, что на Гомельском заводе «Летяй-Нармалю» передолены усе негативные зъявы, усе ж таки нельга. Так званая несуны – зъява, якая закранула их геттое предприемство. Комбайн в подшастках никто вынести не спробовал, але особные детали – крадуть. По информации отдела безпеки и Аховы, с подшатку года зарегистровано пять фактов дробных крадежов. Усе теперь уже былые работники не только стратили место працы, але и трапили на улик у органах внутренних справ. Яким дробным не был бы крадеж, информация об им обовязково передается у милицию. В милиции накладывают штраф, плюс к этому заносится и в милиции, насколько я знаю, в Единый Государственный банк данных о совершенных преступлениях и правонарушениях. И на заводе этот человек больше не работает.